МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Импульс». Служба новостей начинает работу. В студии Евгений Галимов. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С левой стороны, с соседнего момента, машина остановилась. И в этот момент за машиной выскочил ребенок. Ходить там, где положено, неосторожность на дороге может стоить здоровья и жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Офигурировали легализованные, так скажем, полулегализованные птические часа, которые тяжело диагностировать и выявить. Огонь очистит. Новоуренгойские полицейские избавляются от вещдоков дела, по которым закрыты. По итогу пробного заезда получили не все права, скажем так, но будем учить, будем стараться. И в дальнейшем, я думаю, что выучат и будут соблюдать право дорожного движения. Проба рулям. Первоклассникам вручают удостоверение юного водителя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь обо всем подробнее. За два дня с начала недели произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Примечательно, что виновниками ДТП во всех трех случаях оказались пешеходы. Последнее происшествие случилось сегодня на пересечении улиц Таежная и Юбилейная. В 11 часов 40 минут под машину попал ребенок. Подробности у Елены Золотилиной. На перекрестке Таежной и Юбилейной в час пик движение всегда оживлено. Вот и сегодня около 12 дня в плотном потоке транспорта потерялся ребенок. Водитель автомобиля собирался проехать на зеленый свет и начал набирать скорость. С противоположной стороны из-за машины неожиданно появился маленький пешеход. Волга двигалась небыстро, но затормозить не успела. Десятилетний мальчик ударился о капот машины. Ребенок, конечно, испугался, но подошел, говорит, нет, нет, ничего, ничего. Мы его подняли сразу, так, ошупали, спросили, где что болит, ногах ромает, так, видимых нет, таких повреждений не было. Ну, осмотрели врачи тоже скорой помощи, сказали, вроде бы как, видимых этих нет, повезли. Слава богу, с ним, по-моему, ничего не случилось. Из приемного покоя городской больницы мальчика отправили на амбулаторное лечение с диагнозом – ушиб мягких тканей. Последствия могли быть гораздо хуже. Сегодня в половине шестого утра на улице Северной магистрали в районе Крепичного завода водитель управляя автомашиной УАЗ допустил на пешехода, который переходил дорогу и внес в ноль на месте. Позже пешеход скончался в центральной городской больнице. Впрочем, не все новоуренгойцы ведут себя беспечно. Стремление пересекать дорогу по правилам – залог безопасности, считают они. Стараюсь по пешеходам ходить. Ну, водители разные бывают. Реакции у водителей также и у пешеходов разные. Я раньше ходила в школу, она далеко от дома, и поэтому мама всегда говорила переходить только по пешеходам. Ну, и так привычка осталась. Если бы такая привычка стала стилем жизни каждого, но воуренгойца, происшествий на дороге было бы меньше. К сожалению, говорят инспекторы дорожного движения, в последнее время правила нарушают чаще. За последние два дня у нас произошло три дорожно-транспортные происшествия, где сами же пешеходы пострадали по своей вине. То есть, переходили в прежнюю часть в неустановленном месте. Хотелось бы обратиться в очередной раз к пешеходам о соблюдении правил дорожного движения, пересекать прежнюю часть только в установленных местах, ну и, конечно, не забывать о том, что их жизнь в их нижних руках. Когда пешеход перебегает дорогу там, где вздумается, он играет в русскую рулетку. Ставка в этом случае высока. Здоровье или жизнь? Елена Золотилина, Феликс Россихин, служба новостей «Импульс». Чтобы избежать трагедии, учить правила нужно с самого нежного возраста. В этом уверены полицейские. В детском саду «Ручеек» прошло посвящение в юные инспекторы движения. Гостями выступили сотрудники ГИБДД. Они приветствовали малышей, после чего торжественно передали им свои полномочия. Подготовительная группа показала младшей, как правильно вести себя на дороге. Кроме того, детей ожидал сюрприз. Настоящая полицейская машина, которая на время оказалась в их полном распоряжении. Дети в основном ориентируются на взрослого, маму или папу. И взрослые иногда не задумываются и не обращают внимания на то, что ребенок может повести себя неправильно на проезжей части. Поэтому мы следим за тем, чтобы дети получили правильные знания, овладели правильными навыками безопасного поведения на дороге. Сжечь дотлам. Больше 300 граммов наркотических веществ отправились в печь. Такой приговор полицейские вынесли сегодня вещественным доказательством по 19 уголовным делам. Шесть из них закрыты за сроком давности. По остальным приговоры вступили в законную силу. В последние годы в лидерах героин дезаморфин, маковая соломка и марихуана. Подробности в материале Елена Яковенко. Черные клубы дыма быстро стремятся вверх. За ними скрываются множество покалеченных судеб и загубленных душ. Едкий запах не позволяет нормально дышать даже тем, кто не в первый раз отправляет в печь наркотики. Ингредиенты аромата смерти – героин, дезаморфин, мак, марихуана – перемешку со шприцами и пакетами. Это были наркотики как для личного потребления, так и где были изъяты по фактам сбыта наркотических веществ, тенадействующих веществ. Здесь разные дела, разные составы преступлений. Такие дела возбуждаются и сегодня, и в течение этого года устанавливаются лица, которые занимаются незаконным потреблением, а также сбытом наркотических веществ. Поэтому борьба продолжаться будет и впредь. Список традиционных веществ, приговор которым огонь постоянно пополняется. В печь отправилось немалое количество сильнодействующих лекарственных препаратов. Девять лет назад их нашли в подвале одного из домов. Уголовное дело закрыли за истечением срока давности. Всего в огонь отправилось 341 грамм наркотиков. Это вещественные доказательства по 19 уголовным делам. 13 человек получили свое наказание. Суд вынес им приговор не так давно, в течение последних трех месяцев. Летом появляется грязный пищевой мак, из которого наркоманы делают, лицезависимые делают наркотические вещества, используют различные прекурсоры. Получается ацетилированный опыт различного качества. Наркоманы постоянно изобретают новый и более дешевый способ удовлетворить свои потребности. Сейчас на учете в психоневрологическом диспансере около 200 новорингойцев. Большинство из них не первый год употребляет наркотики. И только малая доля тех, кто попал в бездну зависимости, впервые. Елена Ряковенко, Константин. Экспертиза будет заноситься информация о предпринимателях, неоднократно и злостно нарушающих действующее законодательство. Каждый месяц реестр будут подвергать корректировке. Фонды поддержки предпринимательства и другие структуры, которые должны быть проинформированы о том, что у нас 25 октября будет вестись реестр недобросовестных предпринимателей, где должна размещаться информация о тех, кто у нас как предприниматель недобросовестный. Проблемы правопорядка назначен заместитель главы администрации города Новый Уренгоя Андрей Владимирович Мартынов. Он будет координировать вопросы общественной безопасности, профилактики и борьбы с наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом и незаконным оборотом наркотиков и другие, связанные с работой правоохранительных органов. Андрей Мартынов родился в 1968 году в городе Казань. В 1995 окончил Тюменскую высшую школу МВД Российской Федерации. В 2007 Тюменский государственный университет по специальностям юриспруденция и государственное муниципальное управление. С 1988 по 1996 годы служил в ямальских органах внутренних дел, с 1996 по 2007 в органах прокуратуры ЯНАО, с 2007 по 2012 в Уральской транспортной прокуратуре. Подведены итоги трудовой оздоровительной кампании. Минувшим летом 864 ребенка посещали пришкольные площадки. В трудовых отрядах главы администрации города работали 220 человек. Кроме того, были временно трудоустроены на предприятии в организации города 219 подростков. При организации летнего отдыха и труда особое внимание уделялось подросткам, которые особо нуждаются в социальной защите. В основном это дети из неполных, малообеспеченных или неблагополучных семей. Те, кто остался без попечения родителей и так называемые трудные подростки. Интересным и насыщенным летом стало и для новоуренгойских кадетов. Слово Тамаре Джанхотовой. Становись! Ярис. Равняйся! Смирно! С трэшиком! Малыш! Совсем недавно в спортивно-оздоровительном лагере кадеты маршировали даже в столовую. Фотографии и видеосъемки – это не единственное, что напоминает об отдыхе в Анапе или Кургане. Военная подготовка, стрельба, полевые сборы – воспоминания о прошедшем лете останутся на долгие годы. На соревнованиях, на наших, показали мы лучшие результаты, то есть заняли первое место и взяли президентский грант. Так вообще, по сути, отдых получился очень хорошим, очень красочным, очень много впечатлений хороших. То есть даже то же море, на котором мы просто отлично проводили время, отдых очень прекрасный получился. То есть мы, вот наша команда, которая ездила, мы нисколько не жалеем, что туда поедем. В июле 36 новоорюнгойских школьников отдыхали в поселке Новомихайловский. Море, солнечные ванны, песок, анимационные программы – скучать не приходилось. Отличное настроение, все супер, отличная погода супер. Вода немного холодная, но все хорошо. И в городе подростки сумели найти себе дело по душе. Три смены трудовых отрядов главы администрации благоустраивали тундровую зону, озеленяли территории, делали наши улицы чище и безопаснее. Зарплата – не основная причина. Они научились дружить, работать в команде и подготовились к самостоятельной жизни. Мы становимся организованнее и уже когда даже дома стоишь, чувствуешь, что с мусором надо убраться. Подростки старше 14 лет могли поработать летом на городских предприятиях в качестве рабочих, уборщиков, курьеров, делопроизводителей. В целом летняя оздоровительная и трудовая кампания прошла успешно. За счет бюджета всех уровней этим летом в лагерях Краснодарского края, Курганской, Тюменской областей и за пределами России отдохнули 749 детей. А это больше, чем в прошлом году, почти на 100 человек. Надеюсь, что родители за чашкой чая отсудят с детьми, подведут итоги, как дети отдыхали. Мы очень рады будем, если родители будут звонить, приходить, писать нам и высказывать свои пожелания. И даже замечания мы критику принимаем, естественно. Сегодня специалисты готовятся к менее масштабной осенне-зимней оздоровительной кампании. В холодный сезон дети также смогут отдохнуть и улучшить самочувствие за пределами Нового Оренгоя. Тамара Джанхотова, Роман Чернов, Служба новостей «Импульс». Молодым успешный старт в техникуме газовой промышленности состоялся второй этап 12-го открытого конкурса молодых специалистов на право трудоустройства в дочерней компании общества «Газпром». Заявки на участие в конкурсе подали 93 человека из 22 регионов страны. Все они имеют высшее или среднее профессиональное образование по профильным специальностям. По итогам конкурсных испытаний к участию в третьем этапе, собеседованию с экспертами, допущены 34 молодых специалиста. Именно они будут бороться за именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство. Каждый руководитель своего предприятия заинтересован в молодых, креативных, способных специалистах, потом дальше руководителях. И поэтому только вот таким конкурсом руководители действительно могут узнать о вас и ваш багаж знаний, которые вы получили на студенческой стене. Потому что только, наверное, через конкурс мы можем понять, как вы успешно учились, как вы успешно получили вот это образование и на что способны в дальнейшем на работе. Автодорожный ликбез для самых маленьких. Первоклассники третьей школы побывали в центре Норд. Там прошел необычный урок. Тема – правила дорожного движения. Школьники отвечали на вопросы, где и как можно переходить дорогу, какой сигнал светофора разрешает движение пешеходам, а какой автомобилям. После этого юные участники движения закрепили полученные знания на практике. Вместе с автоинспекторами экзамен у первоклассников принимала и наша съемочная группа. Слово Павлу Прожогину. Парами вслед за классным руководителем школьники заходят в новый для себя класс. Тема урока необычная – основы безопасного поведения на дороге. Поэтому и проводят его вне стен привычного детям учебного заведения. Первая часть занятия – разбор ситуации на слайде и оценка ее с точки зрения правил дорожного движения. С теорией первоклассники справляются. Задание, как перейти дорогу, не нарушая правил, сложностей не вызывает. Надо сначала, как только подойдешь к пешеходному переходу, надо посмотреть налево, до середины дойти направо. Вот, молодец. А почему налево? Я извиняюсь. Почему налево? Потому что машина сначала слева идет. Слева. Сначала с левой стороны. Второе испытание – самое ответственное. Свежеполученные теоретические знания необходимо проверить на практике. Знаки расставлены, транспортные средства готовы заурчать электромоторами и умчать начинающих водителей в увлекательную, но безопасную поездку. Едешь по дороге. Удерживать транспорт на траектории у юных участников дорожного движения получается с легкостью. Какую информацию несут дорожные знаки, большинство школьников запомнили наизусть. Рецепт безопасной поездки отскакивает от зубов. Я сегодня запомнила, что нужно быть аккуратным и нужно, когда знак остановится, нужно остановиться. И когда там показан знак «Осторожно, дети!» нужно немножко убавить скорость. Впрочем, радость от поездки была слегка подпорчена результатами экзамена. Его сдали далеко не все. Это повод, чтобы еще раз встретиться и повторить правила дорожного движения. По итогам пробного заезда получили не все права, скажем так, но будем учить, будем стараться. И в дальнейшем, я думаю, что выучат и будут соблюдать правила дорожного движения. Павел Прожогин, Роман Чернов, служба новостей «Импульс». Начался первый этап 29-х президентских спортивных игр. Легкоатлетическое пятиборье продлится 5 дней. Скорость, ловкость и выносливость покажут 840 детей 2000 года рождения и старше. Затем им предстоит играть в волейбол, плавать и стрелять. К концу учебного года в каждой из возрастных категорий определят команду, набравшую наибольшее количество баллов. Победители отправятся на окружные соревнования. Было бы лучше, если это было бы октябрь месяц. Но, к сожалению, у нас наши природные условия погодные таковы, что мы можем принимать пятиборье легкоатлетическое только в сентябре. Поэтому середина сентября. Очень надеемся, что адаптация ребят прошла и ребята покажут хорошие результаты. В гамме «Северного неба» фасады шести панельных домов в Ямальском микрорайоне Тюмени покрасят в 36 оттенков. Яркие цвета будут напоминать переселенцам о северном сиянии. Проект дизайна фасадов утвержден, отделочники начали работу. Планируется, что эти дома будут готовы к вводу в эксплуатацию в конце сентября-начале октября, сообщает пресс-служба губернатора Ямала. Микрорайон строится при поддержке фонда жилищного строительства округа в рамках программы переселения жителей Янао из районов Крайнего Севера. А у меня на этом все. Не пропустите прогноз погоды в студии, работал Евгений Галимов. Сохраняйте импульс. До встречи. Завтра в Новом Уренгое ожидается переменная облачность. Ветер восточный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем около 10 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова